Девушки отдыхают Но, Мигелон, тебе не обязательно идти на эту свадьбу И почему же? Потому что ты не друг семьи Ты даже не знакома с Гучо Верно, но я знакома с Марией Милий Хорошо А как насчет невесты? Ты знакома с семьей Пенья? Ну Значит, нет Ты будешь в шоке, когда их увидишь Они бандиты, дорогая Ты слышала, что твоя мать и твой старик называют меня вульгарным и невоспитанным? Ну так вот, по сравнению с Пепе Пенья просто эрудит Ты все это выдумываешь Это всего лишь повод не брать меня Все это правда, даю слово Ты будешь чувствовать себя неуютно среди этих бандитов Ты не впишешься в обстановку Я как-нибудь приспособлюсь Там будут много ругаться Наверняка там окажется пара пьяниц Они затеют драку Ты говоришь это только для того, чтобы не брать меня туда Конечно Эта мерзавка похожа на остальных А я тоже смогу вести себя так, как она Конечно, дорогая, но ты не знакома ни с женихом Ни с невестой Но я твоя женщина И куда бы ты ни пошел, ты должен брать меня с собой Ты хозяин в этом доме? А тогда я хозяйка этого дома Та, которая живет с тобой под одной крышей И готовит тебе еду Ты должен взять меня на свадьбу А не эту официантку Слышишь меня? Я даже вспотела Но мы уже почти все приготовили Завтра я хочу успеть принять душ, переодеться, а потом накраситься Для свадьбы Да, мы обе хорошо поработали Когда гости попробуют завтра все это, они просто пальчики оближут Как идут приготовления, как закуска Что они делают на кухне? Пришли посмотреть Не трогайте руками Конечно Это закуски на свадьбу моей сестры Только один попробовать Зачем пробовать? К твоему сведению, такого не было даже на свадьбе министра Правильно, Донни и Стелли, ты молодец Как пахнет Вы только понюхайте Я хочу откусить кусочек, чтобы лучше уловить вкус Даже не думайте Ну-ка, отойдите Мама Но ведь у нас осталось немного лишних Ну, если только Совсем чуть-чуть Давай поделимся с ними, чтобы они потом не сказали, что мы пожадничали Угощайтесь Я возьму Хорошо, Асталита Подожди, Рамирес Ты же не хочешь потолстеть Асталита, убери все Не будь таким занудой А когда ты собираешься попробовать моего цыпленка? Ой, он же потрясающий Все, хватит, хватит Завтра отнесем все это в дом Марии и Эмилии Мы устроим пир Шикарный пир А какая будет свадьба, цыпленок? А торт? Обязательно должен быть свадебный торт Конечно, с двумя фигурками на самом верху Жениха и невесты Гуча и Сусанита Просто не верится А их ребенок будет моим племянником Как это трогательно Я сейчас расплачусь Возьми все, бери Я еще сделаю Мне нужно погладить платье Я хочу понравиться Мегелону Откуда ты знаешь, что Мегелон пойдет на свадьбу с тобой? Ты что, мама? Думаешь, он возьмет эту? Нет, я только спросила Нет? Ты что, сошла с ума? Конечно же, он идет со мной У меня проблема Что мне делать? Скажи, что? Не знаю, Мегелон Тяжело иметь двух женщин Но лало Это так здорово Такое разнообразие Одна смуглая Как будто создана для меня А другая Девушка с обложки журнала О которой я мечтал Утонченная Элегантная Красивая И вот теперь ты не знаешь, кого возьмешь на свадьбу Гучу А ты бы кого взял? Нет, нет, не впутывай меня в это Ты кашу заварил Ты расхлебывай Я свободен, как ветер И мне не нужны такие проблемы Самое плохое то, что обе живут неподалеку В этом вся беда Я сказал, что мне это не нужно Но сам оказался в таком же положении Да ты что? И кто они? Ну Да брось ты Выкладывай Мария Эмилия и Рассио Рассио? Рассио? Моя сестра? Ты говоришь о моей сестре? Да, Мигелон Я говорю о ней Подожди Все это еще продолжается? Послушай, если все серьезно, тебе придется выбрать Я не позволю тебе обманывать мою сестру Тебе это неприятно, верно? Ты из тех мужчин, которые уважают только женщины своей семьи А других просто используют Ладно, прекрати Но как же так? Я знаю о Марии Эмилии Но Россио Она же тебе как сестра Да, верно Мы вместе росли Но мы не родственники И мы нравимся друг другу Это правда? Поэтому Россио уехала Я не знал, кого я люблю Ее или Марию Эмилию Она оставила меня одного, чтобы я решил Ну и что? Я не знаю, Мигелон Я все еще не знаю Но я скучаю по Россио Я прихожу в ярость от мысли, что она далеко И у нее может быть другой мужчина Но недавно Мария Эмилия сказала мне одну вещь Она потрясла меня Нет Ты должен решиться раз и навсегда Выбери одну или другую Да, я должен сделать выбор А ты остаешься с двумя Если бы ты только знал Сколько мне хлопот доставляет эта свадьба Я в таком дурацком положении Совсем как в глупых фильмах Мне тоже нужно сделать выбор На твоем месте я бы выбрал обеих Это был бы идеальный вариант По девушке в каждой руке Ты не исправи, Мигелон Если я пойду на вечеринку с одной Другая будет поджидать меня дома со скандалом Да, я предпочитаю так не усложнять Я за то, чтобы иметь одну женщину Но при этом я не хочу ошибиться Мария Эмилия меня так любила Алекс, как только ты выпьешь Возвращаешься к этой теме Я столько раз просил у нее прощения Даже не помню Я уже потерял счет Прежде чем ты обручился с Марси Ты ходил еще раз И она мне всегда отказывала Всегда Послушай, Алекс Нужно идти до конца Моя сестра уже сообщила Все тетушкам и дядюшкам Я не говорил, что собираюсь отступать Но ты еще не забыл Мария Эмилию? Она выставила меня на улицу Она кричала, чтобы я не докучал ей больше А ты видел, как она послала мне кольцо с этим парнем? А пальто? Бросить мне его в лицо Послушай, Алекс, пойми меня Мне очень сложно, потому что С одной стороны я брат Марси А с другой твой друг Нет Я не намерен больше унижаться перед ней Ну? Тогда Она не хочет больше меня видеть Она бросила меня У меня тоже есть гордость, Рубен Конечно Если она мне отказывает, хорошо Я принимаю ее решение Великолепно Я по-разному упрашивал ее Я умолял ее Я почти приполз к ней на коленях, чтобы она простила меня И ничего И что дальше? Да, я натворил очень серьезные вещи, которые Мария Эмилия не может забыть Или не хочет Она чувствует себя обиженной, оскорбленной, разочарованной Послушай, Алекс, разочарованный друг мой Вот нужное слово Я разрушил ее иллюзию Это самое ужасное Но у Марии Эмилии уже был мужчина А Россию, насколько я знаю Ты думаешь, что... Нет, нет, нет Насколько я знаю, нет Послушай, Мегелон Для меня непорочность женщины Это что-то прекрасное Важное И хотя у Марии Эмилии такая ситуация Для меня она чисто как... Ну, я не знаю, как Дева Мария И Бог простит мне это сравнение, верно? Потому что непорочность Это не что-то внешнее Она идет изнутри Из... Я не знаю, как тебе это объяснить У каждого на этот счет свои идеи Я пойду попрощаюсь со старушкой Между прочим, как Руденсио в качестве соседа Ну, ромка